ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОН Сотрудникам пожарной службы приходится выезжать на тушение сухой травы, камыша, мусора. То есть, в общем-то, жители города, региона достаточно безответственно себя ведут в этой ситуации. Чем это грозит? Да, действительно, 7 апреля на территории города Белгорода были зарегистрированы первые случаи ландшафтных пожаров, возгорания травы. И на сегодняшний день зарегистрировано 30 возгораний. Это в основном горит трава, в трех случаях уже горел камыш, ну и в одном случае горел мусор. Хотелось бы сказать, что во всех 30 случаях по всем признакам косвенным причина возгорания – это поджог. И наиболее масштабные вот эти возгорания произошли вот истекшие воскресенья, вот, когда на территории города было в этот день зарегистрировано 11 случаев. Вот, наиболее опасное было возгорание, которое произошло на улице Сургутской, микрорайоне Новый. Вот, когда вследствие пала вот этой травы, источник возгорания пришел от гаражных массивов, которые находятся вдоль улицы Губкина, и огонь, учитывая порывы ветра, были достаточно сильные, огонь быстро распространился по данному склону оврага. И на противоположный склон подошел фронт пламени к улице Сургутской. То есть за малым, да, огонь не перекинулся на жилой сектор? Буквально там в 30-50 метрах удалось фронт этого распространения огня остановить усилиями пожарных, усилиями спасателей, усилиями, кстати, очень активно приняли участие и сами жильцы улицы Сургутской, которые по сигналу, да, мы их заблевременно оповестили, еще где-то минут за 30-40 до вот этой угрозы. Вот люди достали свои поливомощные все приспособления, шланги, ведра, и начали активно проливать ту территорию, которая находится непосредственно перед их домовладением. Ну, то есть, как показывает предварительный анализ, это, скорее всего, был умышленный поджог, да? Что же грозит, в общем-то, если виновные будут найдены? Ну, естественно, это предварительное предположение такое, да, потому что, судя по косвенным признакам, очаги вот начала вот этого пожара в нескольких местах были. То есть, предполагается, что человек шел или группа людей и вот в нескольких местах одновременно поджигали вот эту сухую траву, учитывая направление ветра, то есть, это продуманное все. Вот, сейчас хотел бы сказать, что следственные органы полиции занимаются расследованием данного происшествия, потому что причинен значительный материальный ущерб в флоре и фауне. Там находится камера видеонаблюдения, то есть, материал обрабатывается, я думаю, в немногих будет найден и, в соответствии с законом, привлечен не только уже тут к административной ответственности за разжигание вот этих костров, нарушение требований пожарной безопасности, но и уже к материальной ответственности, которая привлечена в суд. А, возможно, и уголовной, да? Ну, это суд определяет и следственные органы, поэтому мы предполагаем пока материальный ущерб вот за вот эту выжимную площадь. А сколько бригад было задействовано, сколько техники? Вот в данной работе по Сургутской, если перенемся, значит, включились в работу не только пожарные спасатели города, практически все структурные подразделения жизнеобеспечения, они приняли участие. Это активный, то есть, водоканал, который активно направили своих специалистов, для того, чтобы мы могли использовать гидранты, которые находятся по Сургутской, поставить тендеры соответствующие, для того, чтобы был забор воды непосредственно на месте. Кроме того, значит, Белгород-благоустройство активно включилось в работу по предотвращению вот этих, то есть, распространения огня путем предоставления поливомоечных машин, которые осуществляли заправку пожарных автомобилей. Вот, и непосредственно вот в этих проуклах осуществляли проливку территории, площади, которая подступает к данным домам. Всего вместе с пожарными спасателями, Белгород-благоустройством, значит, вот в данном случае принимали участие больше 20 единиц техники и порядка 80 людей. Ну и плюс добровольцы, сами жильцы этих домов, которых тоже там два десятка было, которые активно принимали участие. В данном конкретном случае следствие разберется, да, в чем была причина пожара, но ведь есть же люди, особенно в частном секторе, которые до сих пор по старинке сжигают мусорные отходы. Мало того, что дым идет, да, во все близлежащие дома, так это тоже создает угрозу возникновения пожара. Как здесь обстоит дело, какую профилактическую работу проводите, какие санкции грозят, опять же, этим нарушителям? Вот эта вот традиция сжигания весной растительных остатков, упала травы, вот такая нехорошая традиция, она имеет печальные последствия. Естественно, дабы это предотвратить, и в первую очередь, конечно, мы стараемся довести до сознания людей, убедить их в том, что не следует самим это делать. Если вы стали свидетелем вот этих случаев со стороны незнакомых людей, может быть, соседей, значит, если вот кто-то позволяет себе еще вот эти неправомерные действия, то, ну, проинформируйте своего участкового полиции, проинформируйте нас по телефону 112, в любом случае, по телефону 112 о том, что вот осуществляется или пал травы, или поджиг камыша, или сжигание мусора. Порыв ветра, и через минуту-две-три это может перести уже более масштабные пожары и привести в конечном итоге к опять трагедии. А что грозит нарушителям, вот в материальном плане санкции, какие предусмотрены в данном случае? КОАП Российской Федерации предусматривает наказание за нарушение правил пожарной безопасности, сжигание, в том числе, расселение остатков, разведение огня. Вблизи строения штраф, значит, от 2000 рублей, если это первичное, значит, на физическое лицо, на должностное лицо это уже 10 тысяч рублей, на юридическое лицо это 80 тысяч рублей. Вот, если это повторно, соответственно, это все удваивается. Если данные правонарушения были совершены в особый противопожарный режим, вот, который будет введен, то сумма кратно вырастает. Специалисты округов могут привлечь по статье 2.11, да, это за нарушение правил благоустройства. Также, примерно, такие же суммы штрафов. Возвращаясь к теме пожароопасного сезона, при посещении лесов, какие действуют правила? Вот скоро майские праздники, люди потянутся отдыхать на природу, в лес, что здесь нужно обязательно иметь в виду? Правило пожарной безопасности в лесу определяется поставлением правительства Российской Федерации, которое четко определяет, что запрещается гражданину при посещении лесов в этот пожароопасный период. Запрещается разведение любого вида огня, где бы то ни было. Запрещается использование различных перетехнических изделий. Запрещается оставлять бытовой мусор, стекло и так далее. Запрещается производить выстрелы из оружия. Запрещается заезжать на автомобилях, оставлять ветошь, производить дозаправку, горючим материалом автомобилям в лесу. Запрещается курить, бросать окурки, соответственно. Никто не запрещает посещать лес, это отдых, это здорово. Но быть аккуратным и внимательно относиться к окружающей среде, к природе. И опять же, если вы стали свидетелем, что кто-то все-таки позволяет себе разведение костров, проинформируйте по телефону 112, и тем самым мы спасем лес, спасем людей, спасем животный мир, флору, фауну. Что касается городских районов, какие наиболее уязвимы в пожароопасный сезон, и какие, может быть, средства пожаротушения желательно иметь каждому в своем домовладении? — Определены у нас 12 зон риска, которые подвержены риску возгорания. Эти зоны, как правило, располагаются в поймах рек, Везелка, Северский Донец, там, где проистает камыш, где заболоченные участки, туда ни техники не зайдет, человек не зайдет. — Доступ затруднен. — Да, поэтому при порывах ветра камыш горит практически неуправляемо. Кроме того, значит, это там, где склоны оврагов, гор, да, это вот, будем говорить, район юго-западный, это вдоль улицы Магистральная, это Дальняя Садовая улица, вдоль улицы Сумской, что левая сторона, правая сторона. С начала года, сейчас мы активная фаза, значит, вот наши мобильные группы, которые ежедневно, их 4, патрулируют по городу. Задача этих групп, значит, это не только реагирование на случай возгорания, но и мы определяем определенные участки, и идет по двору обходы, когда в этой группе присутствует специалист округа, специалист отдела надзорной деятельности, специалист нашего управления, и проводим профилактическую работу, еще раз убеждаем граждан о недопущении вот этих случаев сжигания растения остатков, вручаем памятки соответствующие. Ну, к сожалению, не все понимают. 23 протокола мы имеем на сегодняшний день, это составлено на граждан, которые допустили сжигание растения остатков. Что касается первичных средств пожаротушения, часто ли домовладельцы имеют их в наличии дома, и знают ли, как ими пользоваться? Мы, когда проходим, общаемся с людьми по двору обходы проводим, мы предупреждаем, что да, каждый хозяин должен иметь первичные средства пожаротушения. Ну, во-первых, это подача воды, то есть иметь какой-то под рукой шланг, который, значит, подсоединен к колонке, соответственно, и можно быстро развернуть и подать воду там, где есть опасность. Это первое. Второе – иметь, естественно, простейший шансовый инструмент. То есть это лопаты, это грабли, где можно разгрести какую-то кучу. Это ведра, где можно переносить воду. Поэтому период начался. Надо всем достать со своих кладовых весь этот инструмент и быть к этому готовы. Запас воды должен быть. Бочка должна быть. Просто даже бывают случаи, когда напора нет воды, да, то есть шланг тут не помощь. Вот поэтому бочка, 200-литровая бочка с наполненной войдой, она никогда не помешает для первоочередных мер пожаротушения, когда еще пламя достаточно небольшое, когда, ну, словно, можно погасить это пламя стаканом воды, да, на самом раннем этапе. Потом, когда разгорается, естественно, уже тут и спецтехника порой не справляется. Вот поэтому очень важно, когда человек вот в этот момент, начальный момент находится рядом, увидел свое временное и принял самостоятельно меры пожаротушения. Ну, в любом случае сообщить по телефону 112 или 101, это сделать надо, потому что как будут события развиваться, не знает ни сам жилец, ни никто. Понятно, да, поэтому в любом случае позвонить. Даже если будет ложная тревога, ничего страшного, никто ругать не будет. Отреагируем, приедем, прольем еще при необходимости, значит, вот, и хуже не будет. Виктор Викторович, Вы упомянули мониторинг, который ведется на территории города, вот, в связи, да, с возможностью возникновения пожаров. Расскажите чуть поподробнее, что делается, какие средства задействованы. Очень важно это своевременное обнаружение очагов возгорания. На ранней стадии, когда еще огонь не распространялся на какие-то большие площади, и можно минимальными затратами локализовать и ликвидировать данное возгорание. С этой целью, значит, мы вот активно с 7 апреля включились в пожарный мониторинг обстановки на территории города Белгорода. Это у нас на сегодняшний день 17 видеокамер, достаточно современные, мощные, которые практически весь город охватывают. Вот, и мы можем определить зановление в любой части города. То есть, и практически вот эта система видеомониторинга, она по прошлому году, все буквально случаи мы обнаружили первый, да. Вот, ну, потом шли звонки очевидцев, людей, которые там находятся рядом. Ну, специально обученные специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг по видеонаблюдению. Второе, это система мониторинга наземная. То есть, вот те мобильные группы, 4 мобильные группы, которые на автомобиле передвигаются, и 12 наблюдателей, наблюдательных постов, в составе которых 2 человека. Это и экологические, студенческие отряды, вот, и сотрудники муниципальной стражи, которые имеют зону ответственности, зону наблюдения, ведут наземный мониторинг. И практически мы с 9 апреля ежедневно, отдельные дни по несколько раз, значит, используем, привлекаем малуавиацию. То есть, это мониторинг воздушность с воздуха. Вот, очень эффективный способ определения термоточки, определения координат и направления в данную точку одной из мобильных групп, которые находятся рядом. Вот, для вот этой локализации на ранней стадии. А если есть виновник, то привлечение к ответственности. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, что так подробно ответили на все вопросы. Но, все же, давайте напомним еще раз нашим телезрителям данные обратной связи. Куда обращаться, чтобы сообщить о возможном пожаре или нарушении правил пожарной безопасности? Телефон всем известный, телефон службы спасения 112. По этому телефону можем позвонить по любому случаю. Не только в случае уникновения пожаров, угроз, консультации, какой-то совет. Это многоканальный телефон, это многофункциональная служба, которая определит компетенцию той или иной проблемы, подскажет, проконсультирует или перенаправит, соответственно, переключит на соответствующую службу, чьей компетенции решение данного вопроса. Поэтому телефон 112 в вашем распоряжении, он бесплатный, напомню. Если чувствуете где-то какой-то риск, есть какая-то угроза, может быть, косвенная, то не стесняйтесь, звоните. Всегда поможем преодолеть эту трудность и справиться с проблемой. Но все же пусть не так часто разрывается ваш телефон 112. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова